А перед началом ролика у меня интересная информация для любителя военно-политических действий в мире кубов. Ведь я вас хочу познакомить с Политградом. Это сервер Майнкрафта, в котором ты можешь стать как правителем, так и простым кочевником. Карта данного сервера соответствует карте Европы реального мира, так что сможете как в Исландии, так и в России. Открытие уже 1 ноября, а бесплатные проходки будут раздаваться только до 3-го, так что поспеши и заполни заявку в личных сообщениях группы. Ссылку ты найдешь в описании. Большой привет всем зрителям, с вами Кторхонт, это Харцию Феррен 4 и партия за Италию. Где мы выполним ачивку на возвращение Папы Римского, создание Великой Священной Римской Империи, где у нас Папа Римский будет править восстановленным Великим Римом. Ну и да, тут еще ачивка есть, обратная, своеобразному высказыванию Сталина, где мы спросим, а сколько оружий имеет Советский Союз? Иметь при власти Папу и капитулировать Советский Союз. Так что да, мы с вами создадим Священную Римскую Империю, приведем к власти Папу Римского и победим всю Европу. Ну а со старта, чтобы нам побыстрее уйти к смене власти, мы немножко отступим с Эфиопии. Да, можно, конечно, победить и потом также спокойно прокачаться до собрания Большого Совета, но это занимает много времени, мы не будем с этим тянуть, поэтому просто отступим и через решение вот здесь вот выйдем из Эфиопии. Для этого нам надо не полностью контролировать один любой регион. Думаю, не так уж и страшно, отдадим какую-нибудь область. Ну а всем вам я желаю приятного просмотра и, надеюсь, вместе со мной насладитесь данным роликом. Давайте начинать! Собственно, смотрите, даже одну просто провку обычную забрали, мы уже можем выйти из Эфиопии, при том мы передадим земли только в том случае, если они полностью займут какую-то территорию. А так как они полностью сейчас никакую территорию не занимают, то мы можем не бояться, мы ничего не потеряем. Так что прекрасное дело, сейчас копим только 15 политической власти, и мы можем выходить из данного противостояния. Ну и давайте, мир! Нам нужно другое командование статус-кво и фиаско в Абиссини, либо же статус-кво и противостояние в Эфиопии. Нам с вами здесь надо какой фокус? Правильно! Противостояние в Эфиопии. Полный провал. Благодаря этому у нас сразу же выполняют, смотри, все эти фокусы, то есть нам не надо здесь тратить время. Эфиопия ничего у нас не забрала. Понятное дело, мы саму Эфиопию не получили, но зато и не потеряли здесь ничего. Так что хорошо, колония есть на будущее. Ну и мы теперь спокойно можем следующим фокусом уходить в собрание Большого Совета, в итальянскую монархию, потом вся власть королю, и нам вот здесь вот надо будет дойти в усилить папскую власть, и потом в решениях тут появится возможность короновать папу, и нам откроется небольшая подведочка здесь вот, которая нас все равно приведет к нашему морю и к воссозданию Римской империи. Погнали делать папский Рим! Нам, правда, тут ивент, смотри, какое унижение в Африке, ох! Нам ни за что от этого не оправиться, да как бы ладно, вообще не страшно. Выживем. И не из такого выбирались, так что здесь не проблема. И теперь у нас все будет завязано вот на этом национальном балансе сил. Мы сейчас будем постепенно сдвигаться как раз в Большой Фашистский Совет, забирать власть у Муссолини, в том числе скоро его свергнем. Ну а дальше для итальянского монархи он также нам нужен в левом направлении, а так вдобавок к этому еще не помешает много именно поддержки нейтралитета. Первого советника мы открываем сейчас, и нам надо будет копить все больше и больше власти именно нейтралов. Давайте свергать Муссолини, и вроде бы неплохо с одной стороны, а с другой тень Муссолини, ежедневной профилактической власти и защита от смены идеологии. Муссолини все равно где-то на фоне будет маячить. Все, да здравствует новый лидер, Большой Фашистский Совет. Ну и давайте сразу же ставим сюда ярого монархиста, чтобы у нас росла поддержка нейтралитета. И дальше по фокусам нам надо именно ждать поддержки монархии. За это время можем спокойно заняться другими фокусами, поэтому займемся модернизацией экономики и нашей армии. Все-таки промка сильная никогда не повредит. Октябрь 36-го года, но у нас 28% поддержки нейтралитетом. Давайте берем итальянскую монархию. Я просто запрет демократических партий поражал, так что сейчас быстро уйдем туда, куда нужно. Получим также советника на прирост политической власти. И самое, конечно, грустное, что нам не дают советника на еще больше прирост нейтралитета. Все-таки это бы не помешало, но пока таковых нет. А нам, если что, с вами надо будет до 50% довести. Дело нелегкое, но мы можем еще запретить коммунизм и потом как-нибудь попытаться уменьшить поддержку фашизма. Ноябрь 36-го года. Да, здравствует Королевство Италия. Мы теперь официально стали нейтралитетом. Виктор Мануил у руля. По советникам здесь ничего прям такого годного нет, чтобы уменьшало наоборот, даже на прирост фашизма есть. Поэтому нам придет сейчас через политрешение проводить антифашистские рейды. Но перед этим давайте запретим коммунизм. У нас как раз 65 на 34. И теперь антифашистские рейды. Все, у нас теперь активно идет поддержка нейтралитета. Ну а пока это дело происходит, можно попытаться провести оккупацию Албании. Добавок к этому наш правитель станет королем Албании, получит временные бонусы. Албания уступает. Славный день. Можем основать албанское управление, но нам вассалы сейчас не нужны, потому что в будущем нам надо как бы делать единую Римскую империю. Поэтому пока без вассалов я лучше подкоплю политическую власть. Сейчас сначала, конечно, с Австрией разберемся. Все-таки немножко ее заберем, а потом попытаемся надавить на Югославию. И кто знает, вдруг нам дадут возможность уйти в захват еще французов. Отлично. Погнали. Сходим быстренько на Австрию. Конец Лиги Нации. Немного мировой напряги, но ничего не поделаешь. Все ради великой победы. Пробиваем сразу же первую провинцию. Не оставляем ему никаких шансов. Февраль 37-го. Наши войска заходят в Вену. Ох, ты же даже немножко задержали. Ладно, ладно, даю должное. Потери у нас есть, но мы вышли в Италию прежде всего. К нам вступается Болгария. И победа над Австрией. Прям красивые тайминги вышли. Забираемся земли. Подтверждаем и выходим. Поздравьте нас. Первый небольшой успех. Союзник улице Борике. Пошлем ультиматум в государство Югославия. Здесь надо понимать, что гаранты висят от Франции, от Чехословакии, от Румынии. Будет не так уж и легко, но мы постараемся надавить на них. И возможно, нас будет ждать успех. Кто знает. Давайте попытаемся. Самое сложное, конечно, и прикольное будет с Францией, если что, прорваться в нее. Хотя мы сейчас нейтралы. Они тоже нейтралы. Они отказываются. И мы получаем цель-анинексию против них. Проблема единственная в том, что у них Чехословакия есть. Но делать нечего. Нападаем. И у нас сейчас начнется Великая Битва. Притом, против Великих Держав, против нас сейчас будут еще и другие страны. Давайте время запустим. Как видите, здесь вовсю вступились еще и французы. А это значит, что нам теперь надо быстро пробежаться к Парижу. Иначе здесь нам не видать победы, а победа нам все-таки нужна. Поэтому вперед. Здесь тоже наши войска идут вовнутрь. Пока они отличены там, мы сможем забрать немного территории. Единственная проблема, что в скором времени к нам придет в гости Чехословакия. С этим я пока сделать ничего не могу. Но потерпим. В армии сейчас всего 310 тысяч. Вопрос, надолго ли нас хватит. Прорыв, к счастью, здесь идет. С трудом, но мы все-таки продолжаем давить. Атака, конечно, немножко портит ситуацию местами, но мы продолжаем идти вперед. Нам просто жизненно необходимо здесь сейчас пробиться как можно глубже. Так, ну и здесь уже опасно становится. Здесь, пожалуй, надо прекращать атаку на Югославию. Вещь, конечно, приятная с одной стороны, а с другой давайте-ка не будем рисковать. Все-таки лучше сейчас аккуратненько отступим и попытаемся здесь удержать границы. А то велик шанс того, что нас сейчас попытаются здесь выбить. Давайте-ка отступайте. Чуть-чуть потеряем промышленности, это не страшно. Нам самое важное вот здесь вот завершить эпопею. Наконец-таки нам дают возможность здесь пересечь. А, не дают, задерживают, да, все-таки. Ну, не страшно. Давай с разных направлений, под вынужденной атакой. Большой фашистский совет становится лидером. Но это не проблема. Мы в любом случае власть королю сможем открыть. Стоит нам набрать только 50% поддержки нейтралов. Фух, 1 мая 37-го. Прорываемся к Парижу. Может быть, не самая лучшая ситуация, конечно, но мы продолжаем идти к победе. С трудом, спору нет. Но наши войска двигаются. Отлично, бои за Орлеан. Здесь к Парижу приближаемся. Задерживают нас у Парижа. Остается еще совсем чуть-чуть. Зараза, конечно. Скорее всего, сейчас сможет в Париж прийти на поддержку. Ну и ладно, давайте еще дивизия подкинем. Он танки туда ведет. А, нет, Париж мы взяли. И все, 73-77. Капитуляция Франции. Фух, хорошее дело. Мы смогли победить французов. Так как у меня сейчас недостаточно ресурсов для содержания всей Франции, я ее делаю вассалом. Подтверждаем и выходим. Теперь нам надо скопить силы и попытаться победить Югославию, Румынию, Чехословакию. Сейчас самая главная проблема в том, что они могут вступиться в альянс с британцами. Нам это не особо нужно, но что поделать. Самое важное, давайте попытаемся переправить пока флот туда. Ну и возвращаем нашу армию на основной фронт. Здесь надо будет в скором времени пробивать. Хотя мне больше интересует, вступиться ли Британия. Или все-таки пока нет, напряги маловато, понадеюсь, что нет. И тогда мы сможем все почистить без всяких проблем. В итоге начинаем прорыв границ именно по Югославии. Здесь их это проще сделать. Они при том слабенькие какие-то, так что это не проблема. Нам надо их побеждать, они уже потеряли, кстати, часть рекрутов в попытках нас пробить и часть снаряги. Так что нам будет проще, при том отвлекают войска на Болгарию. Так что у нас своеобразная свобода. Делаем котел в Югославии сейчас. Не так уж и много, но все-таки вражеских войс сейчас прикроем. Ну и дальше у нас веселуха будет с Чехословакии и Румынии. Все-таки там еще немало проблем. Капитуляция Югославии. Ну тут уж забираем все земли, другого выбора не дано. В итоге врываемся вовсю в Румынию. С Чехословакии пока будет, что будет. Здесь немец более-менее помогает. Пока держимся. Фух, наконец-таки смогли пробиться немножко вперед. Давайте к Бухаресту попытаемся выйти. Ну а здесь конечно мое почтение. Тяжеловато в горах все-таки. Но я призвал еще Болгарию. Будем вместе веселиться. В декабре 37-го года забираем Клуш. Румыния тоже под нашим контролем. Придется немножко конечно поделиться с Болгарией скорее всего. Но ладно. Таков путь нашего величия. Главное что мы сможем получить все эти территории. Добавок еще заберем флот. Ну и теперь остается разобраться только с Чехословакией. Также в декабре 37-го у нас уже 50 с небольшим поддержкой нейтралитета поэтому погнали вся власть королю. Все-таки у нас король великий. Посмотри-ка сколько территорий под его управлением смогли забрать под свой контроль. Ну а с Чехословакией все просто. Мы сейчас закроем их вот здесь вот и дадим выйти их основной армии. Добавок этому сами уже прибираемся к победным территориям. Здесь тоже атакуем войсками которые от Франции забрали. В целом просто не оставляем им никакого шанса. Как раз отрезаем и эта армия уже нам не страшна. К концу января 38-го года без проблем разрываем оборону Чехословакии. Все-таки то, что они сюда свели немалую часть своих войск облегчает нашу ситуацию позволяет нам сейчас достаточно легко забрать все их основные территории. О! Кстати уже пытаются нас здесь поджать в столице. У них остается совсем чуть-чуть еще 8 очков и будем пировать. Все. Чехословакия тоже наша. Давайте забирать все земли. В итоге 30 января 38-го года полная победа и вдобавок к этому мы коронавали официально короля и теперь ищем поддержку у папы тем самым получим политвласть в тапку и потом через агенты церкви сможем выйти в усиление. Ну а сейчас я думаю нам стоит готовить войска в скором временем немец скорее всего запросит судеты а мы конечно же не захотим их отдавать. И сейчас кстати знаете какая главная проблема нам придется сейчас сбивать поддержку его святейшества как я понимаю я специально не поднимал его поэтому нам сейчас надо докопить политическую власть ибо агенты церкви как раз нас смещают к его величеству и нам нужно будет прожать решение для которого видимо поддержка святейшества должна быть не на таком уж низком уровне. Для того чтобы нам быстрее уйти в левое направление давайте распустим чернорубашечников потеряем часть советников но зато получим решение осуждения фашизма которое нам позволяет также сдвигаться налево а нам это необходимо сейчас конечно мы папу еще никак привести не можем но как только мы сдвинемся в его святейшество вполне себе сможем отдать власть папе римскому при том сейчас очень хорошо нам помогут фокусы на сдвижение налево еще вот эти вот подавить власть дуча который нам открывает как раз движение к его святейшеству и за горы в тенях тоже нас приводят налево так что не зря раньше эти фокусы мы не трогали потому что бороться с влиянием сложно решений мало а они как раз позволят нам сдвинуться в итоге у нас теперь место дуча эмануил против которого мы опять же боремся вот так вот одного сместили а теперь другого смещаем а вот за горы в тенях снизили все-таки теперь у нас 10% поддержки я понадеюсь что повторится одна из миссий мы сможем меньше нуля тогда сделать третий рейх требуют судеты нет конечно же и он сразу объявляет нам войну ну что ж хорошее дело поразвлекаемся сейчас еще и с немцами немец при том сразу же начинает атаку пускай страдает мы примем этот бой в июне 39 наши войска вошли в мюнхен потери не такие уж и большие а немец уже страдает к счастью опять появляются литургические реформы раз в год они как раз доступны мы теперь сходим в баланс сил немец по полной страдает мы здесь территорию забираем сейчас еще с территории Франции в атаку пошел явно это не то чего он ждал но выбора у него уже нет начинаем полномасштабное наступление не везде успешно но все-таки идем в атаку хоть с трудом но мы продолжаем идти вперед забрали уже часть важных территорий для немцев в плане промышленности ну и приближаемся к Берлину все же у нас армия уже в миллион солдат и мы чисто к количеству может быть даже не качеством но побеждаем в ноябре 39 взяли Берлин ну и это явно грустные времена для немцев промки нет дивизий уже не так уж и много да и территория постепенно поджимаются Венгрия вступает в ось ну здравствуй 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 только тебя нам здесь не хватало в тыл сейчас вдарить захочет да но я если что готов у меня как раз 24 дивизии свободные здесь были я хотел их только на основной фронт но раз такое дело ладно применим на тебя правда тут вопрос вступится ли она сомневаюсь ибо немцы уже почти готовы остается буквально финальный рывок забрать Гамбург забрать еще несколько победных территорий и немцы будут нашими ну а все время я использовал вот этот вот шаблончик 21 ширины 9 пехоты и 1 арта все бои за Гамбург мы сейчас их заберем кстати советы пошли на Польшу Польша заступилась в союзники в общем-то у них там весело ну а мы с вами дожидаемся остается совсем чуть-чуть все немцы наши и вот он мир Германия становится нашим вассалом мы забираем немножко от нее территорий февраль 40-го года мы с вами покорили немалую часть Балкана французов немцев посмотрите просто на красоту нашего альянса итальянскую лигу теперь я планирую высадиться к союзникам гостя захватить британцев возможно еще поразвлекаться в Польшу дабы подмять под себя Европу ну а потом уже будем копить силы ждать приходы Пап Римского для этого нам надо сдвинуть в папское доминирование влияние а раз у нас решение раз в год то вы сами понимаете сколько лет еще нам надо продождать но благо есть чем заняться будем готовить почву для великого восхождения Папы Римского на престол не просто дадим слабенькую Италию а великую мировую державу надеюсь он этому будет рад у нас с вами остается три дня до оправдания войны на Южную Африку а значит мы сможем заодно пойти на Соединенное Королевство ну и в Ла-Манше у меня 449 кораблей находится это весь флот и мой и французский и немецкий и также ряда балканских стран в которых я забрал все эти корабли и они готовы взять нам преимущество в Ла-Манше дабы мы смогли пробиться вдобавок к этому здесь есть небольшая авиация которая также постарается нам оказать поддержку тем самым через Ла-Манш мы должны пробиться без проблем дожидаемся теперь оправдания оно готово и в 4 часа 17 мая 40-го года объявляем войну Южной Африке а так как мы напали на вассала то сразу же начинаем войну и с самим Соединенным Королевством высадка готова здесь от силы 100 кораблей у врага полное преимущество на нашей стороне сразу же высаживаемся единственный вопрос сколько здесь будет дивизий вражеских но как я вижу здесь вообще все свободно это хорошее дело мы спокойно высаживаемся вообще не встречаем сопротивления этому нельзя не порадоваться считайте мы просто спокойно сейчас зайдем заберемся территория и Британия станет нашей единственное дело Польша тоже вступилась прекрасно давайте призываем еще и немцев у меня тут готовы войска всем вынужденную атаку чтобы они залетали и мы смогли взять как можно больше вклад американцы пока заступаться не будут еще очень рано так что можно на этот счет не переживать но из великих держав тут да только Соединенное Королевство лишь с ним надо разобраться 24 мая 40-го года падение Лондона еще одна победа Италии все же потеря колонии никак не повлияла на нашу поддержку ладно тогда смысла ждать нет давайте побеждать вклад у нас не такой уж и большой как мог бы быть всего 40% будет из-за того что очень большие потери и много самолетов изничтожил Советский Союз поэтому он скорее всего сможет забрать Польшу и может быть даже еще какие-нибудь земли ну а мы с вами заканчиваем эту эпопею лишь по пути заберем еще немножко территорий чтобы у нас был побольше вклад и это будет финал битвы с британцами в июне 40-го года мы с вами одержали победу да по вкладу видите 1300 против 2300 так что много мы здесь не заберем в общем из-за странной борьбы с союзниками точнее Советским Союзом часть территорий просто не заполнена и в итоге да у нас тут есть итальянская Британия а есть еще другая Британия где-то в этом мире как я это понимаю а так как я не все территории британцев смог забрать да где-то у нас эта Британия еще живехенькая здоровенькая где-то на островах сидит да вот здесь вот еще где-то вот тут тут островками здесь да как бы это странно не звучало но у нас еще есть другая Британия совет ее до конца не забрали мне очков тоже не дали при том я молчу вот про это канадское народное содружество здесь со снабжением где-то будет вообще проблема в Канаде а мне это нужно потому что я хотел поразвлекаться и разобраться с американцами ибо с советами сейчас воевать нельзя а вот сходить туда поразвлекаться самое оно так что давайте этим и займемся оправдание на американцев готово 24 сентября 40-го года нападаем призываем сюда конечно же Канаду ну и думаю таких сил нам вполне себе хватит панвиджиная атака здесь здесь массированное наступление со всех сторон даем оплот демократии последний оплот демократии который здесь остался ну и в целом мы делаем это вполне себе успешно все-таки перевес на нашей стороне в октябре 40-го года забираем уже Нью-Йорк добавок этому пробираемся к Бостону ну а как иначе то мы же должны с вами все-таки показать свою силу все Нью-Йорк наш Советский Союз требует Бессарабия ну держи я не против все равно сейчас с ними воевать нельзя поэтому оставим как есть да мы уступили Бессарабию Советскому Союзу временный мир ибо папы еще нет а без него мы не готовы к этой великой битве январь 41-го сделали неплохой котел вот здесь вот да и в целом у Америки остаются последние денечки единственная проблема у нас рекрутов маловато призыв 5% почти истощен но благо до победы недолго март 41-го посмотрите на эту красоту остается 6% Лос-Анджелес взяли остается пробиться скорее всего в Сан-Зиего и возможно несколько победных территорий еще вот здесь придется забрать и все 11 апреля 41-го года Америка стала нашим вассалом ну а Филиппины просто полностью стали нашей территорией раз можем то почему бы это не реализовать добавок к этому я еще и панамский канал решил забрать под себя в итоге наша с вами итальянская лига покрасила уже немалую часть мира правда и Коминтерн надо дать должное тоже имеет немало возможностей для победы я был немного удивлен но оказывается для того чтобы Грецию теперь победить надо еще высадиться к ним на острова раньше вроде такого не было а теперь они готовы держаться прямо до последнего я не знаю каким это образом но посмотрите в производство корпус современного маленького самолета декабрь 41-го года технологии если что у нас с вами еще не исследовано но этот самолет уже открыт связано это скорее всего с тем что я пробежался по ветке фокусов авиации здесь до господства в воздухе компиненом как раз дает я так понимаю да именно здесь он и был создан прекрасно то есть самолет 45-го года доступен в 41-м без особых проблем а если постараться то можно еще и раньше не ну раз такое дело то давайте естественно будем его производить при том наверное даже немного модернизируем потому что это идеальный самолет для настоящего времени с помощью него мы будем разрывать всех правда вопрос кого разрывать но не важно он все равно нам послужит во благо в январе 42-го идем на турцию за них заступаются остатки британцев это хороший шанс для нас разобраться еще и с ними при том еще сюда и новая зеландия заступается которая вообще где находится а вот здесь на островке ну что ж союзники я вас верю давайте разберитесь с этим мелким недоразумением воу турция стала лидером альянса союзники вот это вот волшебство но ее это конечно не спасет она скоро падет а здесь наши войска рано или поздно прибудут и заберут новую зеландию после этого будет полная победа о июль 42-го япония объявляет войну малайско народной республики ну что ж японцы решили выступить против советского союза пускай развлекаются но нам с вами еще дождаться лето следующего года сможем еще раз прожать влияние на папский престол и папа римский придет к власти а пока нам надо умудриться добить новую зеландию которая между прочим с семью своими дивизиями здесь держится прям до последнего пробить пока не можем флот перевели авиацию тоже начинаем теперь прорвать оборона уже не такая большая все-таки флот дает о себе знать срезает показатели бомбардировка с моря минус 25 они еще и ширину превысили небольшое вражеское превосходство с нашей стороны естественно действует ну и все потихонечку уничтожаем их дивизия я подчистил несколько территорий которые нам в будущем понадобятся сильно не расходился захваты все-таки нам очень много земель тоже не нужно обойдемся тем что смогли забрать и наконец-то победа отдаю должное всех дольше мы в этом прохождении воевали с новой зеландией и стопни она давно бы уже сидели в мире демократов в этом мире нет поэтому советы без проблем идут на Иран ну и мало Японии хотят еще поразвлекаться и тут Япония понятное дело проигрывает Советскому Союзу и Китаю потеряет очень много дивизий сейчас в котлах но по крайней мере совет хоть чем-то заняты и между прочим в этом противостоянии они теряют очень много людей и до сих пор кстати в мае 43-го у них промковод силы 160 военных и 160 гражданок в то время как игрок вполне себе к середине 41-го такое сможет создать ну что ж июль 43-го года литургические реформы восхождение папы власть папы превосходит власть итальянской монархии и многие убежденные последователи католической веры требуют чтобы папа взял на себя руководство страной он уже принял роль предложенную народом и объявил происходящее волей божьей сейчас монархия уже вряд ли сможет его остановить так хочет бог да здравствует папа пи 12-й верховный понтифик и грандмастер ордена всадников гроба господня в Иерусалиме добавок ко всему этому созвать совет можем папа восходит в кластье поддержку у нас на папском доминировании ну и сейчас самое время заценить новую подветочку которую нам с вами открыли посмотрите-ка сюда возрожденное папство дальше десвульт католичество в действии время войны мы получаем цели как раз со всеми европейскими странами которые не принимают нашу веру добавок к этому еще и шасси сверхтяжелого танка стоимость производства минус 20% также святые земли у нас улучшаются палестина под нашим контролем золотой ветер неплохое такое улучшение авиации ну и католический доминион мы получаем еще больше бонусов также по пути мы сможем выйти в наше море в аберийскую защиту дабы попытаться забрать под себя франка и португалию давайте уже двигаться по этой веточке дабы побыстрее сразиться с советами и выполнить ачивку и вот оно папское государство любители европы наверное вздохнули с полной грудью так как цвет взят прямо оттуда все мы официально стали папским государством ну и давайте десвульт мы получим модификатор стабильность от штрафа за наступательную войну плюс 50% почти новый год 43-го года а у нас время войны зацените цели дали против швеции советов нидерландов эстонии латвии норвегии дании и финнов единственная груз что нам не дали цели конечно же на франко на португалию и на венгрию но дело в том что они нейтралы нам дают цели именно против других партий кстати регент в болгарии борис погиб как бы это грустно не было но мы с вами готовим силы и пойдем сейчас на советский союз добавок к этому пока идет противостояние будем прокачивать наше море ну и давайте объявляем войну цель марионетка ну а почему бы и нет к нам сразу же согласен вступить Иран ну и мы конечно же вступаемся со всеми своими союзниками дабы здесь было побольше веселья начинаем сразу же активный прорыв здесь у нас немецкие дивизии вот с таким шаблоном просто чисто на агрессивной атаке я бы еще не против если бы сюда вступилась Польша поэтому давайте объявляем ей тоже войну наша цель проста победить советский союз притом он уже потерял два с половиной миллиона солдат да уж вроде бы небольшое противостояние с Ираном и с Японией а потери у него просто немыслимые получаем падающий мусор сбить определенное количество самолетов в 48-часовой промежуток счетом того что у меня большая часть авиации сейчас не распущена а стоит на складах это неплохо можно было бы добиться и большего все таки советская авиация видимо не ахти себя показывает и если что совет и сейчас полностью готовы к битве потому что они в свое время воевали против британцев так что они провели модернизацию армии и мы сражаемся реально с грозным противником по крайней мере с той возможной грозностью которую он мог достигнуть понятное дело что ишка не будет ровнее игроку я считаю это лучшим что могло произойти в этом прохождении Эфиопия предложила нам добровольцев жалко что конечно предложение ушло но она все таки захотела встать нам на сторону вот что значит поворот событий которого никто не ждал апрель 44-го подходит к концу здесь мы уже захватили Сталинград Москва почти окружена ну и в Ленинград входят войска Папской области у нас при том самый большой вклад так что еще немного и советы станут нашими здрасте чего чего на этого я не ждал но здравствуй небольшое противостояние все мои союзники надеюсь вы меня поддержите в этой тяжелой битве один я тут не справлюсь чтобы ускорить противостояние с Советским Союзом которое в принципе и так уже подошло к концу там остается всего-навсего один процент я решил высадиться под Владивосток хотя видимо в этом и смысла уже нет потому что 29-го июля все капитуляция Советского Союза заканчиваем на этом противостоянием мирная конференция завершена идет подсчет результатов ну и получается мы как бы за Папскую область забрали Советский Союз сколько оружия у Сталина первая ачивка которую мы хотели готова теперь нам надо разобраться с Испанией и после этого мы сможем с вами официально создать еще и Римскую империю давайте немножко дождемся и получим цель противостояния а это восстание было спровоцировано Эфиопи не мы никакого мира заключать не будем даже не надейтесь все дороги ведут в Рим выполненном получаем цели на новые страны при том неистекаемые цели ну и давайте сначала на Венгрию цель готова врываемся в нее следом нападаем на Испанию и на Португалию ну чисто чтобы здесь потом не мелочиться также нападаем на Бельгию на Аликсенбург ну и на Швейцарию тоже надо бы погнали почистим все территории которые были внутри нас в итоге все они вступаются в ось и благо не убегают ни к Китаю ни к Японии капитулировали новую ось и самое прикольное что Франко никуда не вступил с ним придется помириться чуть позже но не переживайте у Франко тоже осталось не так уж и много времени мы его дожимаем остается небольшой оплот у него лишь подсевилий ну и посмотрите на эту великую папскую область все мы с вами забрали Франко следом мы присоединяем Британию теперь все прибрежные территории под нашим контролем ну и давайте наше море вот она великая Римская империя под управлением Папы Римского Священная Римская империя подъем государства у нас с вами воссоздан великий нейтральный Рим под управлением Папы Римского добавок к этому захвачено немало территорий что мы можем аж выполнить почти все основные миссии с исключением того что надо будет подъезд Болгарию присоединить немцев и разобраться с Ирландией а так мы полностью восстановили великую Римскую империю при том под управлением Папы Римского как раз выполнив две ачивки ну и финальная ачивка которую я получу просто докрутив пару месяцев это сохранить Австрию не дав ее зааншлюзить немцам так что три ачивки в одной серии выполнены ну а всем вам я хочу сказать спасибо за просмотр данного ролика и если он вам был интересен то надеюсь вы его поддержите своими лайками и комментами а на этом все до скорых встреч в новых видео